Здравия вам всем желаю! С вами обзор позавчерашней прессы и ее ведущий Семен Ключевский. Ну что ж, продолжаем погружаться в историю. Новости дня, 1905 год. Театр и музыка. На троицын день в зоологическом саду было устроено большое гуляние, денная часть которого была посвящена исключительно детям. В программу последней вошли незатейливые представления и увеселения, в которых принимали участие клоуны, фокусники и прочее. Затем были организованы детские игры, закончившиеся большим шествием детей с флагами, цветами, ну и прочим. Хорошая погода привлекла на гуляние массу народа. Архангельск, 1907 год. Местная хроника. Родная картинка. На Петербургском проспекте 2 июня около часа дня на тротуаре растянулся изрядно нагрузившийся субъект. Это не новость, так как на улицах Архангельска ежедневно можно увидеть как бы бездыханные неподвижные тела усердных поклонников Бахуса. Субъект развлекался тем, что хватал проходивших мимо за ноги, что заставляло публику далеко обходить по мостовой неожиданное препятствие. Такому приятному времяпрепровождению субъекта за отсутствием полиции никто не мешал. Пьяный развлекался таким образом около трех часов, пока не заснул от утомления. 1930 год. Шанхайская заря. Фрагменты из статьи о долге русской эмиграции. Десять лет назад на Константинопольский берег были вытряхнуты из огромного мешка нищие, полуодетые, больные и почти обезумевшие от перенесенных ужасов люди. Все они были совершенно неспособны к практической жизни, не знали никаких ремесел, не привыкли к работе и не имели никакого представления об условиях заграничной жизни. Вся их прошлая жизнь протекла в подготовке к какому-либо квалифицированному занятию, в новых условиях совершенно ненужному. Естественно, что все эти люди, из которых многие были ранены или контужены, казались обреченными. Большевики со смехом представляли, как эти никчемные люди, привыкшие жить в кавычках за счет чужого труда, докажут свою непригодность теперь, когда у них отняты всякие средства к жизни. Гибель этих людей доказала бы блистательно. Справедливость того, что все представители культурных слоев на самом деле никому не нужны, ни на что не способны и жили в России за счет трудящихся классов, из которых в кавычках сосали кровь. Гибель этих выкинутых людей казалась совсем несомненной. Но прошло 10 лет, и большевики больше не смеются над обреченными смерти в кавычках тунеядцами. Напротив, они все время предостерегают коммунистов об опасности грозных банд эмиграции, которые, по их словам, владеют общественным мнением Европы и Америки. Государства задерживают выдачу виз. Они опасаются для своих граждан конкуренции этих сильных и способных ко всякому труду людей. Унеся из прежней жизни только духовное свое достояние, они непостижимым способом пронесли его нетронутым, через всю грубость, унижения и уродства доставшихся им испытаний. Это ли не подвиг, достойный величайшего уважения? Литературная газета, 1970 год, любимая последняя страничка. Басни с резюме. Каких только часов не было в доме. Настенные, напольные, настольные, с боем, с музыкой и даже говорящие. И все показывали разное время. Резюме. А время идет своим ходом. Здравия вам всем желаю.